Появилось как-то новое яркое поколение художников в 90-е. Почему 90-е никого не родили? Ну как не родили? Почему не родили? Ну, по крайней мере, сейчас они. Вот те же фигуры, о которых мы говорили, они же были. Это что-то после меня сейчас вообще? Ну, нет, они реально стали в 90-е годы. Нет, это неправда, мне кажется. А молодые? Молодые, вот после них мне была интересна Ковылина, скажем. Лена Ковылина, после них я так как бы считал ситуацию, что вот они как бы растворились и перешли на какие-то другие этапы своей деятельности. А Ковылина как бы заняла их место в Москве. Но она показывала Ковылина не результат, что в общем не ей нравится, на самом деле. Или когда просто делаются какие-то вещи, как шедевр, да? Окончательные какие-то произведения искусства, а постоянный процесс. То есть она была очень активна, Ковылина здесь, в Москве. Она постоянно что-то делала, там, чуть ли не каждый день. И это производило очень хорошее впечатление ее деятельности. В основном, вот если говорить о молодых 90-х годах, ну, после 95-го, да, так скажем. Вторая половина 90-х годов и конец, пожалуй, вот Ковылина. Но у многих других художников тоже какие-то отдельные касания, эстетические и художественные вещи. Про скальфы очень интересные. Там мне понравилась, скажем, работа эта Жунина, по-моему, или Жунина. Когда она в Петербурге, вернее, ну, там, под Петербургом, где-то на крыше, кто-то из них выложил фотографии довольно большие мраморных полов, как бы, как бы, ароматальных московских церквей. И потом я видел запись, где Ковылина, как бы, естественным образом, заранее не придумав этот сюжет, она там шла по крыше, останавливалась у каждой этой фотографии, она на большую цепь, ну, или как бы, стоялась на колене, там, как бы, целовал эту фотографию, как бы, в этих церквях. Это было интересно. То есть какие-то моменты, такие живые, художественные моменты и события, они всегда просказывали. Ее довольно много. А сколько вы, для меня, как говорят о поколении? Ой, это всегда по-разному. Это всегда по-разному. А потом, например, для нашей школы, начиная с 70-х годов, 80-х, Московской конституционной школы, там даже поколение не очень существенно. Там, главное, вся эта группа. Это довольно большая группа. То есть активные, это до 30 человек, это такие, первый круг, очень активные. А всего там, что-то 50, вот так, называется, еще какие-то края, которые между школой пребывали. И это довольно... Вот это большая школа, конечно, это большая, ее можно сравнить с какой-нибудь венской школой. Даже она больше, чем, скажем, венская школа, венского акциального 60-х годов, или флаксус тот же. По такой собранности, ее можно сравнить с этой московской конституционной школой, пожалуй, только с десятыми, в начале 20-х годов, русского авангарда, первого уровня. По количеству представительств. То есть очень много. Потому что, когда вот там год 30 человек, постоянно работают, причем в разных сферах, и изобразительного искусства, и литературы, и поэзии, понимаете, и музыки только. То есть это довольно большая группа, большая школа серьезного, исторического образования. А сейчас, конечно, это все прошло. Совершенно другие моменты. Но дело в том, что молодежь, ну чем она может быть объединена? Понимаете, тогда была герметическая ситуация, и вокруг была совершенно другая идеология, вокруг нас. И такая была интересная интрига, как взаимной лжи. То есть официальная идеология постоянно лгала, и мы постоянно лгали в соотношении с этой идеологией. Отсюда колоссальный корпус текстов Московской факультурной школы. Каких-то объяснений, интерпретаций, кавычек, которые там очень много используются. Можно так сказать, а можно и так сказать, и еще так. То есть постоянно такое вращение. То есть вот это вот очень интересное поле лжи по отношению к правде жизни, скажем, экономической, какой-то нищете, когда реально интересность начинает действовать. Тогда было очень интересно. А поскольку искусство вообще построено, ну, ложь, скажем, в кавычку, это такая метафора, как фантазия, скажем. Но все равно это ложь, конечно. То искусство вообще построено на фантазиях, какого смысла, на лжи. Если человек абсолютно здоровый, у него нет какого-то расщепления в сознании, он не будет заниматься искусством, просто не может. Понимаете? Чтобы возник какой-то образ, история этого образа, не существующего, у человека в голове должно быть какой-то расщепление. То есть он должен быть немного сумасшедшим. Если он таковым не является, он не может быть художником, поэтом, композитом. Это же ясно. Потому что нормальные люди они смотрят как бы прямо, естественно, без всяких расщеплений. Понимаете? А это мир фантазии? Ну, это понятно все. Но когда все-таки осознает, что вот одно поколение давно кончилось, покончилось, живет, не живет, и вот уже другое? И что это классно? Вот это вот совсем новое поколение, какие-то основания у них другие. Знаете, на самом деле, мне кажется, очень сложно. Дело в том, что все современное искусство нужно рассматривать по всему двадцатому веку, начиная там, скажем, с какого-нибудь тринадцатого, с семнадцатого, с Дюшана, с Арси Смолевича. И это все-таки довольно такая единая традиция. Я не могу сказать, что вот эти молодые художники девяностых годов, даже конца девяностых годов, что они выпрыгнули куда-то из этой традиции, из эстетической традиции. Формально они могут принадлежать к каким-то другим школам, проявлениям, тенденциям и так далее, но все равно это единый поток современного искусства все-таки. Сейчас она очень сильно формализовалась, потому что нужно смотреть и на Западе. Всю картину нужно просмотреть, не только овзкую картину, можно забрать в Китай, где тоже развивается современное искусство, там начиная с восьмидесятых годов, и там в городе. Ну, все страны, понимаете? Это единое поле современного искусства. Нельзя сказать, что они выпрыгнули из этого поля, и в какой-то другой контекст встроились молодые художники. Я так... Я не вижу. Если бы это было так, то я бы увидел. Потому что задачи те же самые. Разве задачи не меняются? В эстетике? Внешне меняются. Внешне меняются, а внутренне... Ну что, эстетика это, на самом деле, это как бы исследование, так скажем, пространства и времени. Понимаете? Их какая-то комбинаторика, позиция, что-то есть, только церковь. Еще, начиная с Канта, которая определила пространство и время как априорное сезонциание, как предмет эстетики, до сих пор на каких-то глубинных основах, на эстетических блоках, на основном фундаменте. Так что я не думаю, что есть какие-то изменения, они чем-то отличаются, скажем, молодые художники, от, скажем, художников 70-80-х годов. То есть просто инструментальные меняются? Инструментальные, да. Предпочтения могут меняться, акценты могут меняться. А принцип, мне кажется, остается. А для 90-х начались с какого года? А 90-х? Как-то они жестко начались, я думаю, с 90-го года. Какого-то. 91-го. Но жестко. Причем точно социально. Вот что было в 91-м году? Какое-то событие было. То ли развод Советского Союза, да? И что-то вот еще такое было. И как бы вот воздух вдруг изменился, что-то или уголкнуло, или вспыхнуло, или что-то такое, исчезло. Но очень жестко, точно, вот какие-то такие. Какое-то было степень. Конечно. Его не было ни в 60-х, ни в 60-х, я еще помню, второй половин 60-х, поскольку родился в 49-х, 70-е, 80-е, ничего не было. Было, в общем-то, ровно, гладко. А в 90-е, ну потому что телесность, с чего я начал, то есть, прикосновение к телесности человечеству, такое серьезное прикосновение, оно изменило всю ситуацию. В Западе было так же самое? Нет, совершенно нет. В Западе все было так же, Дело в том, что Запад,